Привет! Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Меня зовут Константин. А расскажи о своей работе, которую ты прислал на этот конкурс. Моя работа, вот эта, К плюс Н, Человек-паук, или как хотите ее называйте. Мне очень хотелось сделать подарок именно на книгу города. Я здесь уже не был в Воронеже 17 лет, так что хотелось как-то на юбилей что-то ему подарить. И вот приехал я из Москвы именно 14 вечером и ходил и искал какой-то интересный мотив. Ну, днем было плохое освещение, а вечером только банальный ночной город. И надо было найти что-то интересное. Я уже отказался, просто гулял по мосту и увидел, что там просто колония пауков, они везде. И только они бегали всегда направо-налево, а этот стоял на одном месте. Я подошел очень-очень близко к нему с обычным объективом, вот буквально с такого расстояния его сфотографируем. Он боялся, что он прыгнет на меня, он такой большущий был. И это совсем нечаянно попало в категорию «человек в городе». Ну, можно это объяснить как присутствие человека в его отсутствии, потому что человек, он не только физическое существо, а эмоциональное. И вот именно эти эмоции, они и показывают человеческое присутствие. Ну и, конечно, на фоне города ночного, вот так получилось интересно. А когда снимаешься фотографии? Ну, уже где-то два года у меня есть зеркалка, так сказать. И ставлю свои работы на одной страничке в интернете. Это была моя мечта, попасть на какую-то выставку, именно в самом участии. А что это на день города, это еще важнее для меня. То есть ты участвуешь впервые в выпуске, да? Да, впервые. А как ты считаешь, нужны ли в Воронеже школы, экскурсы, полгода, работа? Ну, больше таких мероприятий должны быть. Вот я именно фотограф-самоучка, и именно вот такая мотивация, просто выставки, без, может, без никакого повода, без никаких наград. Они вот именно, когда интересная тема, человек старается найти себя, усовершенствовать. И когда он видит другие работы по той же самой теме, это как можно сверить свои часы и стать лучшим фотографом. Так что... Не хочешь продолжать работать с пирогами? Конечно, это самое прекрасное хобби. Вот можно гулять 2-3 часа по городу вообще не спеша, никому не надо ни звонить, ни ждать. И делать вот такие замечательные работы. Это очень такое хобби, которое не изыскивает никакого другого участия. И очень успокаивает. И... Ну, желаю всем такого. Какие работы вам понравились? Понравился... Человек, который прыгает? Хотелось бы немножко больше симметрии иметь, но... Думаю, очень хорошая работа, хорошее выполнение. Чего другое? Ну, конечно, тилдшифт высока. Это как-то не по моему карману на вертолёте летать, но... Интересно. Всегда хотелось с тилдшифом фотографировать. Что такое... Ну, лавочка. Лавочка интересная. Цвета хотелось бы как-то по-другому изменить. Что-то очень сине-зелёное вышло. Ну, иначе есть очень интересные фотографии, которые именно в тему «Необычный Воронеж» и «Человек в городе». Вот хотелось бы побольше таких в тему. Как оцениваешь твои шансы на победу? Это уже для меня победа, самоучастие. Но думаю, что профессионально выполнено, так, чисто самокритично. Думаю, что шансы хорошие, хоть быть там в первой пятёрке. Тогда мы вас ждём на заключительном мероприятии. До свидания. Здравствуйте. Не участник. Представьтесь, пожалуйста. Я нет. Я не участник. Я не участник. У него даже аппарата нет. Оцените эти работы как зрители. Я ещё даже посмотреть не успела, честно. Вот только буквально половинку. Ну, расскажите об этой половинке, которую вы успели посмотреть. Что вам бросилось сразу в глаза? Мне сразу в глаза бросилось вот это. Я начала думать, что же, как это делали, чем это делали и зачем это делали. А про что вообще выставку? Выставка «Яркий Воронеж». Присутствует ряд работ. То есть это в том числе как три номинации. Цифровая обработка, «Человек в городе» и «Необычный Воронеж». Я так думаю, это фотография, скорее всего, полагает «Необычный Воронеж». «Необычный Воронеж», да. На самом деле мне очень девушка вот нравится. Пожалуйста, а у вас аппарат в руках молодой человек говорит, что вы с ним даже обращаться не умеете. Нет, я умею нажимать на кнопку. Его даже держите. Ну, мне объяснили, как держать, поставили. Это была подстава. Хотели бы фотографировать? Ну, да. Тогда удачи вам. Спасибо. Меня зовут Светлана Комаренко. А как пришла идея поучаствовать в конкурсе? Прислали мою группу, прислали приглашение поучаствовать. Потом подруга еще пригласила, увидела объявление. Галерея Чужого. Я решила, значит, наверное, надо. Покажи свою работу. У меня две мои работы участвуют. Человек в городе. А кто эта модель? Девочка. Личная фотосессия была. Из Бразилии чувство влюбленности, когда студентка пишет свои чувства на стекле пальцем. Как-то так. А почему именно эта работа прислала в номинацию? Ну, мне показалось, что наиболее отражено эмоциональное состояние. Более как-то вот она трогает эта работа, может быть. А давно вообще фотографией занимаешься? Фотографией занимаюсь достаточно давно, лет на 16-ти. То есть, ну, коммерческие фото недавно. А для себя достаточно давно. Начинала «Зенита», «Зенит Е», «ЕТ», пленка. А сейчас чем? Сейчас Canon 5D. Хорошо. А как ты оцениваешь свои шансы на победу в этом конкурсе? Ну, я участвую в двух номинациях. Цифровая обработка и «Человек в городе». Ну, на цифровую обработку, надеюсь, я люблю цифровую обработку. Какими программами ты пользуешься для цифрового обработка? Фотошоп. Да. Ну, обрабатываю С2, С1, потом обрабатываю в фотошопе. А дальше планируешь как-то связать свою жизнь с фотографией? Ну, я и занимаюсь. С моей месяцем это моя основная работа. А учишься? Нет, я уже отучилась давно. Все, хорошо. Спасибо большое. Вторую работу можно тоже. Конечно, пойдем пока вторую работу. Здесь мы изображали, была тематическая фотосессия, должна была получиться у нас такая лесная нимфа, эльф практически, повелительница бабочек. Мы ее снимали, и потом уже фотографии, соответственно, обрабатывались обработки. Бабочки, естественно, это фотошоп. Так, в принципе, все живое, все естественно, кроме бабочек. Эта фотография участвует в номинации цифровой обработки. Хорошо. Эксперименты с цифроцифрой люблю. Стилизация под акварель, стилизация под ноги другие, тематические какие-то. А модель это тоже как заказная фотосессия? Нет, это была подружка. Вот та заказная, это подруга. Все, хорошо. Это наиболее эмоциональные фотографии, поэтому они участвуют. Баранька Сергей. Скажи, как пришла идея поучаствовать в данном конкурсе? Как узнала о конкурсе? Ну, мне подруга посоветовала, ну, она как бы знала, что я увлекаюсь фотографиями, занимаюсь, фотографирую. И она мне посоветовала вот поучаствовать в конкурсе. Как оцениваешь свои шансы на победу? Ну, не знаю, вообще много работы вот именно интересных, вот. Мне многие понравились. Ну, посмотрим, что будет дальше. А какие работы, может быть, вот сейчас так вспомни, одну работу, которая тебя прям зацепила, и вот осталась в панике? Ну, это, наверное, вот где фонтан, вот, и как бы лучи солнца отражаются вот в фонтане. Какой настрой ты участвовал? Я участвовал в Яркий Воронеж. Ой, это конкурс нация «Необычный Воронеж». Здрасте, меня зовут Дима. Олег. А ты поддержать друга? Да, с ним посмотреть фотографии. Он не выдержит. Расскажи о своей работе, покажи работу. Пойдемте. Вот моя работа. А как возникла идея, в какой момент ты решил сделать фотографию? Катались с велосипедом, с товарищем. Вот с этим, да. Фотопарад был всегда со мной. Пришла я здесь фотографировать. Даже сначала, кстати, проехал, потом вспомнил то, что проехал такое красивое место, решил вернуться, сфотографировать. Когда занимаешься фотографией? Год, не больше. А дальше планируешься? Да, да. Мне нравится. Почему именно фотография? Ну, просто мне нравится. Это веселый способ жизни, клевый. Идешь, фотографируешь глазами, вспоминаешь красивый объект, места. Потом вспоминаешь. Скажи, пожалуйста, тебе какая работа? Понравилась больше всего? Ну, больше всего мне... Ну, во-первых, мне друга, конечно, работа очень сильно понравилась. Что? Ну, и мне вот это вот очень нравится, работа. Девушка? Да, да, да. А ты чем занимаешься? Борьбой. Отлично. И не связано с фотографией. Что бы хотел другу пожелать? Счастья, любви, удачи. Не, я, конечно, бы хотел пожелать победы, дальнейшего продвижения, поэтому... Ну, и чтобы получалось все, и лучшие, и лучшие фотографии, короче, становились. Когда мы присоединяемся, удачи, победы, ждем на 8-м. Продолжение следует...